Сочинские чаеводы начали подготовку плантации к зиме. Ежегодная обрезка кустов нужна, чтобы защитить растения от снега. В этом году процедуру пришлось начать на месяц раньше обычного. Подвела летняя жара. Приходится срезать. Почему? Потому что нарушен скелет чайной плантации. Поэтому у нас процесс начал пораньше, чтобы температура теплая, влаги сейчас достаточно, может дать возможность восстановлению скелета. Повлияла погода и на урожайность. Вместо обычных 50 фермеры собрали около 38 тонн чая. Сегодня выращиванием и переработкой зеленого листа в Сочи занимаются 5 крупных предприятий. Всего в регионе под чай отдано чуть менее 1500 гектаров плантаций, ежегодно приносящих урожай в 350 тонн. Сочинская культура – единственная в России альтернатива импортному продукту. Собирается и фасуется вручную. Сегодня на плантациях не хватает рабочих рук. Например, в Салахаульском совхозе за последние три года штат пополнился лишь на 10 человек. Однако новые кадры уже оценили преимущество. Отец у меня работал, проработал лет 10-15 ночью. И рядом, и зарплата тоже нормально. Существующие плантации закладывались еще в 30-х годах. Кусты нужно омолаживать каждые 25-30 лет. За реконструкцию каждого гектара один рабочий может получить более 100 тысяч рублей. Экологичный краснодарский чай выращивают без применения пестицидов и минеральных удобрений. Подпиткой кустам служит естественный перегной. Это единственный чай в мире, которому Международная торговая ассоциация БИО присвоила знак качества. По распоряжению главы Сочи разрабатывается программа развития чаеводства. Добиться увеличения урожая рассчитывают за счет вовлечения в оборот дополнительных 400 гектаров плантации. Планируется, что мероприятие позволит за 5 лет увеличить сбор зеленого листа более чем в 3 раза.